МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными новостями этого дня в студии Иван Никонов. В Нинецком округе стартовали мероприятия, посвященные празднованию Дня оленя. Съемочные группы вылетели в стойбище оленеводов. Молодежные форумы в России. Насколько активно проявляет себя молодежь нашего региона? В этнокультурном центре в Наринмаре ко Дню оленя открылась экспозиция Тундра Родженский. Август месяц, богатый на праздники. Среди главных три спаса – медовый, яблочный и ореховый. С сегодняшнего дня работающим пенсионерам начнут индексировать размер пенсии. Этого не происходило с 2016 года. С 1 августа 2019 года работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2018 году, начнут получать пенсию в повышенном размере. Такое повышение затронет получатели страховых пенсий по старости и инвалидности. Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и писать заявление для перерасчета. Если за пенсионера уплачивались страховые взносы, то его пенсия увеличивается автоматически. Прибавку пенсионеры должны реально ощутить в сентябре 2019 года. Пока россияне ждут от августа тепла, которого они не дождались в июле, последний месяц лета преподносит массу сюрпризов, обещая много поменять в нашей устойчивой жизни. С 4 августа в Российской Федерации вступает в силу закон о страховании недвижимости от чрезвычайных случаев. Соответствующий пункт появится в платежках за жилищно-коммунальные услуги. При этом жилищное страхование по-прежнему остается добровольным. Однако местные власти должны будут привлечь внимание населения к возможности пользоваться новыми услугами по страхованию жилья. Планируется, что развитие страхования недвижимости станет драйвером оценки работы губернаторов. Каждый регион сможет самостоятельно устанавливать свой перечень страховых рисков. В первую очередь речь идет именно о стихийных бедствиях, которые присущи конкретному региону. С 4 августа зарегистрировать транспортное средство можно будет через производителей или прямо в фирменном автосалоне после покупки. Эта мера избавит россиян от дополнительного визита в ГИБДД и стояния в очередях. Данное нововведение распространяется на новые автомобили, купленные у официальных дилеров. Также в полиции разработан проект предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу «одного окна». Еще одно нововведение коснется сферы культуры. Речь идет о некоторых изменениях закупочной деятельности. С 1 августа осуществлять закупки у единственного поставщика можно будет на сумму до 600 тысяч рублей, ранее до 400 тысяч. Годовой объем закупок не должен превышать 5 миллионов рублей или превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика. При этом бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут производить закупки за счет пожертвований. По традиции летом в России проходят различные молодежные образовательные форумы, на которых активная молодежь до 35 лет может получить поддержку на развитие своих проектов, бизнеса или просто перенять опыт экспертов своего дела. Сегодня форум является информационно-образовательным и дискуссионными площадками. О том, где побывала этим летом молодежь в Заполярье и на какой форум еще можно успеть подать заявку на участие, смотрите в нашем следующем сюжете. Встреча с экспертами, полезные мастер-классы и тренинги – яркая культурная программа. В последние годы среди молодежи стало привычным посещение образовательных форумов разной направленности. На одном из таких форумов в этом году впервые побывал Дмитрий Шубин. Территория Смыслов – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает порядка 6 тысяч молодых профессионалов со всей страны, представителей самых разных отраслей деятельности. Для меня это был, конечно, колоссальный опыт. Увидеть вокруг себя тысячи человек – это как бы такой небольшой город, и все время было какое-то движение. Нас поделили по 20 человек, команда, и все время каждая команда что-то пыталась сделать. То есть у нас не было задачи что-то там показать, но у каждой команды почему-то была такая энергия, и все делились своими эмоциями. Что-то кто-то показывал, какие-то сценки, минии, там игры проводили друг друга, и вот не было такого барьера, что мы незнакомые люди. Образовательная программа форумов, как правило, включает выступления профессионалов федерального уровня, среди которых представители правительства России, авторитетные политики, экономисты, общественные деятели, предприниматели и шоумены. Вся программа была построена вокруг грантов, то есть что получали гранты. А там еще вот назвательная программа была построена насчет диалог на равных. То есть каждый день было два диалога на равных с какими-то медийными людьми. То есть там приезжали как братья Запашины, так и проектора, ректора. Также приезжал директор компании LG, и было интересно их послушать. А вечером проходили вот уже такие точки смыслов, на которые проходили образовательные программы. То есть как социальное предпринимательство, так и какие-то точки роста. Чтобы попасть на форум, достаточно пройти регистрацию и подать заявку либо на сайте форума, либо на АИС «Молодежь России». Главные условия – ваши достижения и возраст от 18 до 30 лет. В этом году около 50 человек из Ненецкого округа уже посетили молодежные площадки. Еще 45 отправятся на форумы до конца года. Среди них – осенние смены форума «Таврида», в рамках которого будет организован фестиваль «Таврида-арт». На него отправятся 15 участников из Ненецкого округа. Это ребята, которые заинтересованы, это больше творческие профессии, это музыка, это есть «Таврида-добро», «Таврида-КВН», «Таврида-арт», «Танцы», «Таврида-арт», «Народная смена». Кинотеатр – это вот как бы то, что будет проходить на этом форуме. Наши ребята будут задействованы полностью на разной направленности программы, да, которые у них есть по обучению у каждого отдельно. И также они примут именно в самом большом фестивале «Таврида-арт» участие, где смогут познакомиться с новыми, ну точнее, как уже с теми людьми, которые у нас в стране имеют достаточно большую, ну, знаменитые люди. Как отметил Антон Пустовалов, в форумной кампании активно стала участвовать не только городская молодежь, но и жители сел округа. В свою очередь глава региона Александр Цибульский отметил необходимость привлекать к выездным мероприятиям и сельских детей. «Может, для наших детей из сел возможность куда-то выехать и выгрузиться в эту современную молодежную среду, ну, очень сильно ограничено. Поэтому наша с вами задача максимальная – в этом помогать. И вы молодцы, что и сейчас расширяете вот то, что называется внутреннюю географию участия. Надо дальше идти, надо больше детей из сел привлекать к таким выездам, к такой молодежной деятельности». Для того, чтобы больше детей из населенных пунктов округа могли принимать участие в выездных мероприятиях, планируется создать комнаты молодежи, например, на базе школ. Это позволит более оперативно доносить информацию о предстоящих форумах ребятам из отдаленных сельских поселений. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня в Ненецком округе стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Оленя. В начале августа они пройдут во всех оленеводческих хозяйствах. Поздравил оленеводов с праздником и глава региона Александр Цибульский. Вместе с делегацией из окружной столицы он побывал сегодня в стойбище Ощины Канин. Там сегодня и завтра работает и съемочная группа телеканала «Север». Там же на полуострове Канин в дни празднования Дня Оленя возобновит свою работу и кочевой детский сад. Еще одна съемочная группа нашего телеканала сегодня вылетела в район Амдерме, в места кочеве семейной родовой общины Ямпто. Вместе с мобильной бригадой врачей и передвижного феврографического отряда Центральной поликлиники Заполярного района, которые в течение трех дней проведут медицинское обследование оленеводов и членов их семей. В составе бригады терапевт, педиатр, стоматолог и специалист УЗИ-диагностики. В этом году впервые в тундру направили и акушера-гинеколога. Во время медосмотра у кочевников возьмут на анализ кровь. Снимут электрокардиограмму, сделают флюорографию. Традиционно врачи мобильной медицинской бригады и передвижного флюоротряда посещают временные стойбище оленеводов, организованные на время празднования Дня Оленя. В эти дни сюда съезжаются сразу несколько десятков кочевников. Таким образом, врачам удается охватить профилактическими осмотрами наибольшее количество жителей региона из числа коренного населения, ведущего кочевой образ жизни. Сегодня в общине Ямпто проживает более 130 человек оленеводов и членов их семей. Врачи ожидают, что в период празднования к стойбищу подойдут сразу несколько бригад, то есть не менее 50 человек. В прошлом году выездной отряд медиков обследовал кочевников общины Танин. В Ненецком округе утверждена региональная программа по повышению качества водоснабжения. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании окружной администрации. Как сообщили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа, реализация разработанных мероприятий позволит добиться соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения на территории муниципалитетов. Проектом предусмотрено строительство водозабора и водопроводных сетей в поселке Красное, реконструкция водочистных сооружений, водозаборов «Факел» и «Захребетная курья» в поселке Искателей, строительство водоподготовительной установки в Макарово и реконструкция водопроводных сетей в Коткино. Также, согласно принятому проекту, в Наринмаре будут построены и реконструированы наружные водоотводы. Кроме того, на водозаборе «Озерный» построят резервную накопительную емкость и станцию обезжелезования. Программа разработана в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение показателей, установленных в рамках национального проекта «Экология». Общий объем финансирования региональной программы составит 421 миллион рублей до 2023 года. В частности, 300 миллионов – это средства федерального бюджета, 35 – окружного. Еще порядка 40 миллионов будут привлечены из бюджета муниципальных образований и 47 – из внебюджетных источников. Тундра – род женский, хранительницы традиций. Выставка под таким названием открылась сегодня в этнокультурном центре. Ведущий методист этнокультурного центра Елена Конюкова показывает нам женское украшение. Такой головной убор ниньские красавицы надевали на свадьбу. Украшали их медными изделиями, которыми они обменивали с пустозерскими модницами. Всего на выставке «Тундра» род женский, хранительницы традиций, представлено более 30 предметов. И все они показывают необыкновенное мастерство северного народа. Эту сумочку сшила племянница моего отца. Это давно очень было. Она мне подарила, когда мне было 14-15 лет. Вот я была девушкой молоденькой, 14 лет, может, мне было. Она мне подарила. Она уже многократно реставрировалась, вот эта часть особенно. А вот эта основная часть, вот эта, она так и есть, как была. А для чего вот это? Это украшение или это оберег какой-то? Это, во-первых, украшение, может, и оберег. А вот в другом случае она играет роль такого, что оленеводы кочуют, и сумочки-то укладывают в другие сумки большие. И вот, чтобы ее быстро найти, так потрясешь мешок, и сразу, ага, вот эта тучейка моя в этой сумке. Мастерство своей родственницы Анастасия Аристарховна переняла. Ее лучшие тучейки сегодня украшают выставку. Кстати, в советское время мастерица одну из своих работ подарила Людмиле Зыкиной. Здесь каждая работа дышит историей. Некоторым экспонатам более 70 лет. И эта паница тоже нам предоставила Елена Егоровна Конякова. Это паница ее бабушки, еще Литкова, Поросковья Анатольевна, вот осталась. Она уже, конечно, вся сыпется, но не утратила своей красоты и дожила до наших времен. Кроме одежды и украшений, также на выставке представлены орудия труда ненецких женщин и предметы быта. Ну и, собственно говоря, выставка отражает мир женщины за полярным кругом. Здесь представлены работы или вещи, которые принадлежали женщинам. 19, 20, 21 век нам предоставили эти работы современные и старинные 18 жительниц нашего округа. Из Наринмара, Нельминоса, Красного, Омы, Индиги и Ниси. Окунуться в мир умелых мастериц тундры может каждый желающий. Выставка работает в файетно-культурного центра до 27 августа. Любовь Пермякова, Ленис Шишелов, Телеканал Север. Август месяц богатый на праздники. Среди главных три спаса. Медовый, яблочный и ореховый. Сегодня по старому стилю 1 августа самый сладкий из них. И, как утверждают народные знатоки, он обладает магической силой. До праздника по новому календарю почти две недели. Но наш корреспондент Любовь Пермякова советует готовиться к нему уже сейчас. В начале августа по народной традиции отмечается медовый спас. Это не только христианский, но и славянский праздник. Люди верили, что он обладает особой природной силой. И если правильно его встретить, можно обрести любовь, удачу и счастье. Почему этот день с особым нетерпением ждали все девушки на Руси? И как можно изменить свою судьбу к лучшему? Узнаете прямо сейчас. Самый первый спас отмечается 14 августа и совпадает с началом Успенского поста. Православная церковь в этот день чтит память трех христианских святынь. Креста Христова, на котором был распят Иисус, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. На Руси этот день встречали торжественной службой. Выносили крест на улицу, устраивали водосвятия на реке и купались. Благодаря последнему празднику получил название «Мокрый» или «Спас на водах». Почему связывали с водой? Потому что в этот день святая Елена, по преданию, это мать Константинопольского, одного императора, она нашла вот это якобы древо у воды и традиционно его выносили в храм святой Софии. И вот таким образом православная церковь уже где-то в 16 веке приняла вот этот праздник. Затем после освящения воды, значит, в воду уже спускалось все население, все вместе купались прямо в одежде. Эта одежда уже считалась святой. На Спаса в реке купаться незамоленные грехи простятся, говорили наши предки. И свято верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами. С помощью нее можно было защитить себя от болезней, дурного глаза и даже несчастий. Заботились в день медового Спаса не только о себе, но и о домашних животных. С ними проводили специальные обряды. Водой можно было излечить от болезней даже домашний скот. Для этого на берег реки пригоняли лошадей, которых священник окроплял святой водой. Считалось, что целебная вода не только в реках и колодцах, но даже на растениях. Чтобы кожа была здоровой, свежей и румяной, русские красавицы вставали на заре и шли в поле или рощу, набирали росы и умывали ею лицо или обтирали тело. Сами же цветы на праздник маковея, как его еще называли, тоже обладали волшебством. В дохристианской Руси люди создавали специальные букеты о береге маковейчики, которые защищали семью от бед на протяжении всего года. Не перестали собирать маковейчики и после прихода христианства. Правда, теперь их освящали в церкви. На Руси были убеждены, это должна сделать каждая женщина или девушка. Но не только с водой и травами был связан этот праздник. Конечно, еще связывают этот день и с медом. Мы так и знаем, что это медовый спас. Уже пчеловоды в этот день второй раз заламывали мед и заламывали его обязательно, потому что думали, если этого не сделать, сегодня не заломать соты, то пчелы с соседней пасехи повытаскают весь мед. В этот светлый и святой день было принято угощать друг друга медовыми пряниками, булочками с маком и блинчиками, квасом и, конечно же, медом. Издревне он считался чудодейственным продуктом, а освященный мед ценился вдвойне. Ему приписывались поистине магические свойства. Например, когда пробовали первую ложку меда, загадывали желание. Как говорили наши предки, если что-то сильно хотеть, то это обязательно сбудется. Но не только приблизиться к мечте можно было в этот день, но даже обрести красоту и привлечь любимого. Поэтому с особым нетерпением ждали медового спаса все девки на Руси. И еще бы, ведь раньше он был сродней походу в спа-салон. Девушки становились перед зеркалом в полный рост и переговаривали. Я самая красивая и привлекательная. Приди ко мне, милый, и реши все мои проблемы. После произнесенного заговора необходимо было нанести мед на лицо на 20 минут, а затем смыть его. Этот ритуал нужно продолжать на протяжении двух недель. И если вы сейчас, по примеру наших бабушек, проделаете этот ритуал, то не удивляйтесь, что через 14 дней преобразится ваше лицо. Кожа приобретет розовый оттенок и станет бархатистой. А вскоре вы встретите парня, который заслужит вашего внимания. Еще этим природным продуктом русские красавицы очищали кожу лица. Для этого наносили тонкий слой жидкого меда и слегка постукивали подушечками пальцев. Вбивали его в кожу до тех пор, пока масса не загустеет. Остатки меда снимали тряпочками, смоченными в теплой воде. А еще мед смешивали с отрубями, получая таким образом чудодейственный скраб. Эти рецепты красоты проверены временем и одобрены нашими прапрабабушками. Кстати, эффективны они не только на бедовый спас, но и в любой другой день. Главное помнить, что природные богатства и доброе слово творят чудеса. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.